Всем привет! Привет! Сегодня буду рассказывать об идее адвент-календаря. Уже несколько лет я смотрю на адвент-календари. Сама эта идея мне очень интересна, приятна. Но, к сожалению, я ещё не видела такого календаря, заплатив за который деньги, я бы получила те продукты, которые мне нравятся. Ну, то есть на 100% или хотя бы процентов на 80. К сожалению, все календари как-то так наполнены, что примерно 40-50% это то, что нам нужно. И это всё остальное то, что компания хотела бы нам продать. Поэтому в этом году меня посетила идея сделать самой адвент-календарь. Сейчас вы его видите здесь. Он, кстати, очень красивый. Но сразу скажу, это не я его сделала, не я его пошила. Я пошла в комиссионный магазин. Иногда здесь, в Берлине, я посещаю. Там бывают всякие интересные вещи, в том числе для дома, всякие раритеты. И я увидела там этот календарь. Он стоил вообще недорого. Я решила сразу же его приобрести. Я покажу его поближе. Кто-то изрядно потрудился. Он очень красивый. Особенно мне нравится этот воздушный шар. Он тоже является кармашком для подарка. А здесь, ну получается, 23 кармашка маленьких. Это такие мешочки. И такие вот просто квадратные, да, зелененькие квадратные. И красные мешочки на золотистых таких завязочках. И сам воздушный шар. Это 24 декабря у нас. И вот здесь вот есть еще такая корзина этого шара, куда можно большой подарок положить. В этом году я буду собирать этот календарь для себя. Из того, что у меня есть. Это такая идея. Но в целом вы можете, например, сделать такой адвент-календарь для своей подруги. Или, например, для мамы, для сестры. То есть для того человека, которого вы достаточно близко знаете, с кем у вас хорошие и близкие отношения. А что я буду делать? Я принесла сюда вот такую коробочку от Джо Малон. В этой коробочке у меня лежат всевозможные пробники. Тут у меня есть, так сказать, не все пробники. Тут у меня есть абсолютно разного формата пробники. Есть вот такие в каких-то книжечках. Есть, конечно же, парфюмерные пробники. Вот, например, от Ван Клифф. Парфюмерия очень приятная. Есть вот такие сэмплы. И сейчас я наберу из этой коробки разное количество всяких вещичек. Кое-что давали в подарок. Кое-что я покупала, как, например, некоторые миниатюрки духов. И я наполню этот календарь. Итак, в крышку от коробки я сложила все, что приблизительно хочу положить в этот адвент. А здесь есть и миниатюры духов, и пробники парфюмерии. Есть, например, помадка от Герлен. Вот такая вот очаровательная. Конечно же, есть уход. У меня есть небольшой такой сет от Сислой. Я тоже хотела бы попробовать кое-что есть от Clorance. Сейчас все это отправится в кармашки, и я покажу вам конечный результат. Итак, уже вечер я расположилась со своим адвент-календарем. Наполнила его. И хочу сказать, что адвент-календарь должен быть сюрпризом на каждый день. Это небольшой подарочек, который вы открываете каждый день. Так как я его собирала сама, такого сильного сюрприза не будет. Но зато все продукты нужные. И парфюмы, которые я хотела бы попробовать или поносить какое-то время. Надо сказать, что примерно на третий день я уже не буду помнить, что где лежит. И относительно это будет для меня что-нибудь новенькое. В красных мешочках, вот в этих с золотым бантиком, здесь в основном парфюмы. Я избавилась от вот этих всех картонок. Смотрите, какие здесь были ароматы. Алоя Париж, Си Джорджио Армани, Пришелец Мюглера, Либре, Ив Сен-Лоран, Оде Парфам, Гуччи Флора, Джорджио Гардения, Клои, Рознатюрель Интенс, и Валентина, Донна Борнен Рома Интенс. Это те, которые были в картоне. Также здесь есть интересные варианты. Например, Кристиан Диор, Жадор. Я не стала здесь убирать коробочку. Хотя без коробочки это тоже выглядит достаточно красиво. Флакон точно такой же, как и в оригинале, только маленький. Очень симпатичный. И коробочка тоже очень качественно сделана. Дальше из парфюма. А здесь у меня есть еще The Body Shop. White Mask. Мне очень нравится этот аромат. Он мне что-то напоминает, но я, увы, не могу вспомнить, что. То есть какой-то другой аромат, который мне тоже, видимо, нравился. Но вот этот вот прямо классный. Здесь 15 мл. По-моему, это была у них какая-то линейка. Герлин Кис Кис. Сама помада лежит где-то здесь. Я даже не помню, где. Вот как раз, по-моему, в каком-то из мешочков она вместилась тоже. Вот уже будет сюрприз. Вот такой вот у меня еще был пробник в книжечке Clorance. Два средства. Серум и крем. Вот они у меня тут лежат. Я положила в одну ячейку. Думаю, что так как раз будет хорошо. Остальные средства, которые являются уходом, я постаралась распределить более-менее равномерно, чтобы мне было удобно пробовать. Например, начну я уже сегодня с марки Cisley. Это у меня Hydra Global Serum. Сразу две положила, потому что тут мало. Еще от Cisley тоже интенсивное увлажнение Anti-Age. Средство для декольте. Это у меня получается такая небольшая коллекция от Cisley. Из ухода Clorance. То, что я вам показала. И есть еще вот такой крем. И есть крем, который для тела. Он очень приятно пахнет. Я думаю, что я с удовольствием буду им пользоваться. Но, скорее всего, тут хватит только руки мазать. Ну, тоже классно. Я люблю такую ароматерапию на ночь. Так, что еще интересного вам не показала. Anna Marie Bellerland. Немецкая марка. Здесь у меня кремы. Hydra Booster, Energy Nature, Rosenthal Парфюм. И какой-то регенерирующий еще крем. А все четыре я положила в одну ячейку. А также у меня есть еще здесь в некоторых мешочках два парфюма в миниатюре. Вот здесь 24-го числа я положила два пробника от Chanel, помада Rouge Coco Bloom и тональное средство Le Beige в оттенке B30. Это я нанесу непосредственно на Рождество. Попробую. И вот здесь вот в корзине воздушного шара я положила еще подарочек 25-й. Я подумала, раз корзина есть, нужно что-то положить туда. И здесь у меня даже два средства. первое средство это ароматное итальянское мыло Тосканский мускус. Пахнет просто волшебно. Я уже хочу его распечатать и пользоваться. Я очень люблю такое твердое мыло. А здесь целых 300 грамм. И даже сейчас оно пахнет. Очень приятно вам его показывать. И второе средство это Анна-Мари Бёрленд масло для губ. Ну то есть это такой своеобразный бальзам в оттенке Берри Роуз. Оно представлено в двух оттенках в бежевом и вот в таком темном. Мне больше конечно понравился темный оттенок, но на самом деле на губах это будет как полупрозрачный, но с таким вот небольшим цветом и сиянием. вот такой получился у меня календарь. Я надеюсь вам понравилась эта идея. Я думаю, что это можно делать не только в декабре, а даже на какие-то другие праздники. Это просто как такой интересный квест с маленькими подарочками. но в декабре перед Новым Годом, перед Рождеством мне кажется это самое волшебное время, чтобы заниматься вот таким творчеством и кого-нибудь порадовать такими подарочками. Можно и себя. Спасибо, что посмотрели видео. Если у вас есть адвент календарь в этом году, то обязательно напишите в комментариях какой. я думаю, вы уже поняли, что в Германии тоже бывает снег.